Два года назад филиал больницы выглядел так, что катурка осыпалась, крыша текла, а электропроводка на грани замыкания. Простояв полвека, единственный детский медпункт в микрорайоне Восточный стал не спасением, а угрозой жизни маленьких пациентов. Наши внуки, наши дети. Когда объявили о закрытии подразделения, мам и пап постиг ужас. Речи о ремонте не шло. Работал всего один врач и медсестра, на них приходилось полторы тысячи пациентов. Тогда чиновники такой поток посчитали несерьезным, но массовые пикеты вразумили ответственных. Сейчас ждем очень сильно, когда откроется это отделение. Здесь очень удобно, здесь наши местные врачи работают уже, наверное, я не знаю сколько, 2,20, наверное, работают. Мы все их знаем, то есть они всегда нам идут навстречу, всегда могут принять в удобное для нас время. Родители ждут января, когда откроют новое здание. В августе здесь заложили фундамент и за 4 месяца смонтировали металлический каркас и собрали сэндвич-панели. Получилось здание модульного типа. Он очень теплый, здесь свой электрокотел установлен в этом здании. То есть мы можем функционировать в автономном режиме, скажем так. А чтобы летом было комфортно, приточная вытяжная вентиляция, она установлена в каждом помещении. Такую конструкцию возвели и в алтайских районах. В этом году, например, в списке были Хабарский, Заринский и Первомайский. Всего построено 17 ФАПов. Правда, в крае их более 800, говорит замминистр Минздрава. И новое здание необходимо многим районам. Филиал Первой детской обошелся в 13 миллионов рублей. Это 12 миллионов и 700 тысяч из федерального бюджета на стройку, плюс еще 500 из краевого на мебель и оборудование. Врачи довольны, они видели, как было до. Но главная проблема еще не решена. Как и во всем крае, конечно, мы страдаем от того, что у нас дефицит кадров имеется. Здесь у нас работает один участковый педиатр и одна участковая медицинская сестра и будет регистратор. Врачи говорят, оклад педиатра 9200 рублей. Правда, есть еще стимулирующие. И заведение двух участков, как здесь, педиатр получает двойную ставку. Средняя зарплата в итоге выходит в районе 45 тысяч рублей. Но нагрузка при этом колоссальная. Медперсонал филиала надеется, что их штат вскоре пополнят молодые специалисты. Елена Макаренко, Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.